Всем привет! Я выступаю сегодня на природе, потому что нахожусь в карантине, но вокруг тут у меня много хорошей природы, поэтому я решил сделать так. Такая байка. Было это дело давно, в Непале, в каком-то дремучем 1997 году, в одной из наших первых групп, когда мы отправились в Катманду. И вот у меня была такая группа, мы приехали сразу в Катманду, все сказали, а пойдемте поедим тут стейк в нормальный ресторан. Я говорю, какой стейк Катманду? Вы что? Это потом мы уже знали, что там нету стейков, потому что корова священное животное. Но тогда мы этого не знали, пошли в ресторан, купили стейков, стейки, естественно, оказались никакие, потому что их привозят из Калькуты, и поэтому, в общем, мы решили их не есть. И кто-то пошутил, давайте их возьмем с собой в Четванский парк национальный, и на следующий день мы туда едем, и там скормим их крокодилом. Ну все, ура, крокодилом скормим, прекрасная идея, давай заберем. Забрали эти стейки, вот, и поехали на следующий день в Четванский национальный парк. И по дороге была такая, началось ненасть, а такой ураган, шторм, там деревья падают, валятся, в общем, полный трэш такой, ну, бедствие стихийное. Вот мы приехали в Четванский, там никто не встречает, естественно, потому что все занимаются ликвидацией последствий. Там хижины порушены, коттеджи, все это сломано. Ну вот, все занимаются этим, поэтому мы сами тащим свои чемоданы, и как-то их хаотично очень распихиваем, кто куда. Ну, естественно, этот стейк, который там завернут в какую-то коробку, тоже оказывается под чьей-то там кроватью. И вот наступает вечер, ночь, все ложатся спать. И вот там парень с девушкой, вот Васечка и Ирочка, назовем их так, вот они ложатся к себе, вот этот шикарный семейный номер. Вот, и Ирочка пошла там на улицу зачем-то ночью, вот ночью, и решила проверить, как живут друзья. И вот она ушла, а Васечка лежит на кровати, а дверь-то открыта, и он чувствует, что кто-то вроде зашел в комнату. Вот ночь, выколи глаз, ничего не видно, и он чувствует, что кто-то зашел. И он такой говорит, Ира, Ира, это ты? И как бы и тишина, и никто не отвечает. А он понимает, что кто-то топ-топ-топ, как бы вот когтями какими-то по полу шварк-шварк, зашел вроде. И слышит, что под кроватью кто-то ням-ням-ням. И он понимает, что стейк-то бросили под кроватью тут в пакете, завернули туда вот тухлый этот стейк, бросили. И вот ням-ням-ням-ням-ням-ням, такое мурчание, рычание оттуда, какое-то чавканье такое. И он понимает, что это скорее всего не Ирочка под кроватью сидит и жрет тут все. Ну, в итоге, значит, возвращается Ирочка А уже Васечка такой весь в ужасе лежит В холодном поту, там, типа В общем, романтическая очередь по сей день не удалась Утром, пять утра Сцена, значит, вызывает всех Менеджера на специальную линейку Там всех построил, кто живет в этом резорте Говорит, слушайте, вот я вам должен сказать Сегодня ночью природа так В смутении таком была И, в общем, ночью я видел следы леопарда через лагерь Ну, Васечке опять Кондрать, и он опять падает На пол почти Вот, и бьется в истерике Ну, вот такая история Потом, правда, выяснили, что это скорее всего леопард был А там местные камушевые коты, которые, ну, просто учуяли этот запах Ну, и там по всей мести пришли почавкать Вот такая история